здравствуйте друзья это канал cool history меня зовут олег радивилов это канал о истории историях здесь мы разговариваем с умными людьми которые изучают историю ну в том числе и нашей страны сегодня археолог александр глотвин руководитель археологического парка человек который всю свою сознательную жизнь посвятил археологии саш привет привет можно ты да можно нас сегодня не неформальная беседа тем более тема тоже кстати говоря неформальная вы же прочли там до название ролика будем говорить о гигиене будем говорить о туалетах будем говорить о банях в общем вокруг этого на самом деле очень много стереотипов начиная от того что русь немытая да вот там яркий тому пример фильм викинг да не совсем русь но все же там очень показательно с одной стороны с другой стороны в интернете можно встретить людей с сомнением что у нас тут чуть ли не полубоги жили которые из бани не выходили и славян они рисуют в такой белых одеждах тут немножко шерсти все-таки красивые с белыми опрятными кудрями как на самом деле обстояло дело давай сегодня с тобой об этом поговорим о гигиене ну дело как всегда где-то было посередине то есть и на самом деле достоверно если мы об этом не знаем потому что смотри опять же про какую эпоху мы говорим о Средневековье на самом деле это принципиально разные вещи мы есть раннесредневековье по Средневековье развитые Средневековье поздние Средневековье это все Средневековье у нас Средневековье до 17 веку было и это важный момент потому что здесь . отсечения например это языческая Русь там значит одни были подходы ко всему там, значит, ну с принятием христианства, конечно, кардинально ничего не поменялось, но тем не менее, какие-то, то есть это серьезные изменения именно какого-то сознания, не знаю, то есть это мировоззрение человека совершенно по-другому, он стал подчиняться в средневековье, религии, то есть много вот вопрос традиции, это традиционное общество, традиции, много этого придавалось значению, то есть человек жил, ну, собственно говоря, он даже мыслил не совсем так, как мы, то есть он мир воспринимал, то есть, поэтому наши с вами восприятие действительности переносить прямо на человека Средневековья, то есть это неправильно. Он совершенно по-другому видел мир. Он многого не знал, что мы сейчас знаем, а мы что-то не знаем, что он там ему представлялся. И, соответственно, позднее Средневековье, да? Ну, позднее Средневековье, да, это уже ближе к нам. Мы можем как-то насчет 17-16 века на эту тему мы можем. Уже тут письменные источники есть, какие-то представления. Ну, что касательно гиены. Здесь вообще эта тема прекрасно отражена и художественной литературы, и хорошей художественной литературы. И вот эти стереотипы, например, что очень часто про рыцари, про дам Средневековых, да, что на самом деле они такие все красивые. Да, в интернете очень много информации. Что они не очень там пахли. Что воняли, города воняли, люди воняли, духи поэтому и заберли, чтобы облиться ими и не вонять. Абсолютно. Под этим есть, значит, рациональное зерно, база есть на улице. То есть пованивали. Просто, да, ну, вот что касательно археологии. Да, то есть мы, вот, например, у нас мы не находим никогда туалетов. Если мы говорим, копаем вот средневековые поселения, открытые и так далее. Городская тема, это другое. В городе просто было, ну, надо было как-то это что-то делать. Есть много... Что тебе, подожди, не находим туалет, а что люди делают? Вот, ну, живет деревня в 14-м, там, веке, в 15-м, да, там, две улицы, люди живут. А как это? Они делали то же самое, что они делали у нас, вот, например, в южно-русской полосе, вплоть до середины чуть ли не 20-го века, там, в 19-м веке, это был шаг. Интрига, что делали? Куда? 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 В огород, во двор. Значит, выходили, вот это выражение, до ветру сходить. Это вот абсолютно... Это, наверное, ну, вот середина 20-го века некоторых селах, значит, нету, нету туалетов. Поле вышел, кукуруза, там, или что, значит, растет, там, все свои дела сделал. Удобрение, опять же. Да, ну, да, и не без этого, то есть удобрение, то есть, ну, это особо не придавало значения, то есть. В городе, да, здесь стоял вопрос, поле, поле нет, тут все сжато, то есть, поэтому... А, то есть, в туалет ходили в огород, а раз в городе нет огорода, то пришлось придумать туалет. Пришлось, да, стали придумывать. Ну, это придумать, опять же, это признак цивилизации такой, значит, городской. Тут этот вопрос всегда утилизации, это просто потому, что здесь, Если ты вышел и сделал это в огороде, то никаких проблем, никакой антисанитарии, никакой эпидемии из-за этого не начнется. Если ты в городе, где скучно большое количество людей, ты постоянно будешь это делать под домом, это может привести к эпидемии. Ну а как же рассказы про Европу, ту же самую средневековью, когда горшки выливали на улицу, когда судя по некоторым постам в соцсетях, чуть ли не по пояс, в нечистотах Лондон плавал. Это нормальная история. Ну а если вы посмотрите дальше, там все города вымирали от чумы, от других эпидемий. То есть это так и было. Причинно-следственные связи, антисанитарии. Эта проблема очень хорошо у нас этнографически описана. То есть именно когда земские создавались, врачи земские, это же самая проблема была. Потому что крестьяне, они лечения народными этими средствами, то есть они вообще-то очень тяжело все это заходило. Медицина, но у нас и до сих пор она как бы медицина такая. Ну там подписки, да, на рангу. Земские доктора нужны еще, собственно говоря. Ну вот кровепускание, ну такие там лечить травками. То есть у нас сейчас вот эти любят, там люди тоже народной медицины. Ну да, мы методами, так сказать, люди, когда жили по 30, там по 40 лет, мы сейчас хотим этими методами, значит, думаем, что сейчас мы будем лечить. То есть не надо деликсировать прошлое. Так, ладно, с туалетами, туалетные тем более-менее, более-менее понятно. Их просто не было и все. Нет, ну они были в городах. В городах были, значит, там они были по-разному. Ну древнейший там ватер-клозет, он известен там в микенской цивилизации, да, в Древней Христосе. Ну там, потому что это, опять же, городская цивилизация. Нужно было куда-то, значит, и опять это в дворце, да, то есть вот для каких-то там царских особ, там у них в дворце стоял этот, значит, с лифтом, там как-то коммунизация была какая-то. Вот в Риме это было, естественно, инженерная мысль шагнула очень широко, так сказать. Римские туалеты распилили, и по телевизору много о них рассказывают, да. Ну а у нас это, вот, не было смысла, большая территория, зачем что-то, значит, строить, то есть проблем нет. Ну город, да, стали там в Новгороде, да, делать, потому что... Встречал в интернете, опять же, утверждение о том, что были у рубах длинные подолы, да, подолы, и их использовали как туалетную бумагу в том числе. Такое, возможно? Да нет, у нас-то возможно все, я думаю, что до сих пор кто-то так пользуется таким методом. Ну ты можешь это экспериментально проверить, то есть в рубахе походить, значит, использовать этот подол, а потом, ну, выйти, как... Ну и даже выходить не надо, по дому походи, как дети, жена отреагирует. Ну, значит, ну... То есть, ну это бред. Вопрос в чем с гигиеной, значит, это вот четко даже видно, там, да, вот, у нас есть этнографию, можем хорошо использовать, то есть, да, то есть добавлять... Этнография, давай поясним, что это такое, вдруг есть люди, которые не знают, что это, ну так, просто такая вставочка сейчас. Ну, а этнография — это наука, которая изучает племена общества, которые как бы застыли, да, то есть вот на каком-то этапе развития. То есть у нас есть племена до сих пор, которые живут на уровне бронзового века, ну, бронзового, каменного даже. И анализируя их, мы можем как-то вот переводить. Описание, да, много сохранилось, то есть этнографические обряды, легенды, то есть, да, которые, вот, мы можем их переносить на археологические объекты, то есть, и вот их анализировать. Здесь очень простой момент. У нас в Сибири очень большой корпус источников по народам Сибири, которые жили, когда русское население стало колонизацией Сибири, проходило на разных уровнях развития находились. То есть, там, и кочевые, и кочевые. Все это фиксировалось, изучалось этнохрофами, там, материальной культуры очень хорошо изучено, и это можно как бы использовать. Ну, например, в плане гигиены. Если человек, вот, можно, можешь дома тоже, опять же, провести эксперимент. Не мойся неделю, но все твои, значит, пусть моются, значит, твои родственники семейные твои, они будут мыться. То есть, они тебя выгонят из дома, потому что это будет ужасный запах. Но если вы все не будете мыться одинаковое количество времени, то есть, вы будете прекрасно сосуществовать. Собственно говоря, так это проходит. Вот как только, если ты на два дня меньше будешь мыться, чем, значит, например, твоя супруга, это закончится скандалом. А если вы будете одинаково не мыться, проблем не будет. Первобытный общинный строй, главное дело, все сообщай вместе. Моемся вместе, не моемся вместе. Но это физиология, то есть, вы просто не будете чувствовать никакого запаха, никаких проблем не будет, собственно говоря. Окей, о мытье вместе, кстати, да, бани, поговаривают, что раньше на Руси в баню ходили все вместе, а потом разделили это на мужскую и женскую, ну и в целом про баню, вот, настолько прямо у нас мощно, настолько, потому что, опять же, относительно Европы, да, Европа вся ходила грязная, пишут люди в интернетах там, шел рыцарь, наступил во что-то, правой ногой, правую ногу помыл, а левую не моет до тех пор, пока левый не наступит в это что-то, вот, а у нас нет, у нас в баню ходили, у нас традиции были. Есть такое дело, фиксируется это наукой, этнографией? Ну, я не стал бы прямо так вот жестко говорить, что у нас так все мытые были, значит, там все в банях, а там вот, нет, нет, примерно было плюс-минус, плюс-минус, то есть принципиальной разницы не было такой. Естественно, опять же, здесь вопрос возможностей. С чем связаны бани? Это нужно топить, значит, вот, например, северно-русская, значит, у нас есть южно-русский тип, да, этнографический, северно-русский, северно-русский, там лес. Там есть чем топить. Да, там топить, там поэтому огромные дома, там и бани были, бани археологически фиксируются, но опять это вопрос интерпретации. Например, у нас под Воронежем, там славянское поселение, там, 9-10 веков, да, то есть это еще до образования Руси, то есть это языческая Русь, там, да, раскопали постройку, там камни, ну да, интерпретация, то есть которые прокалены, то есть видно, что это возможно бани было. Ну, проблем не было, да, наверное, была баня, почему мы здесь там топились. Ну, например, очень часто раньше считалось, что признаком того, что тот или иной народ является славянским, то есть это наличие бань. И поэтому, когда описывали, ну, в 19 веке историки, что скифы там у них бани описаны, и... И все и славяне. Они славяне, но потом выяснилось, что как бы это, Геродот описывает скифов, они там тоже в каком-то шатрах своих парятся дым и веселые, смеются, хохочут и так далее. Когда археологи стали находить мешочки с коноплей, вот, стало понятно, что это, может быть, и не бани были. Это не бани, это больше кальянные. Ну, это и сели как индейцы там, да, в Северной Америке, они там собирались и курили кальян, там, или как бы дым очень взвлекали. Поэтому были очень веселые, радостные, да. То есть, собственно говоря, и здесь. Это вопрос интерпретации. Ну, что касательно этнографических моментов, здесь, на нашей территории бани не были распространены. Наши территории, давайте обозначим, это Рязанщина. Рязань, Тула, Южная Руссия. Ну, собственно говоря, территории Украины, то есть, вот, которые к нам примыкают. Ну, Черноземья мы берем в целом, да. Здесь бани не распространены были. Все мылись традиционно в корытах. И даже если, значит, делали бани, какие-то специальные помещения, то есть, то там, как правило, парилки не было. Это просто домик с печкой. Там просто печка, да, то есть, ты нагрел воды там и так далее. А так, на самом деле, вы посмотрите на наши дома. Какая там баня, там мыться. Возможно, скорее всего, вообще могли на улице мыться, в том числе и зимой. Воды нагрел, вышел там. Дома вот такие. Да, абсолютно. Традиционных трех стенок, он же там совсем прочий. С чем это связано? Это все зависит от, значит, условий. Не было проблемы с дровами. Здесь, когда началось освоение, лесостепь. Леса все вырубили. Лесостепь быстро превратилась в степь. Вокруг населенных пунктов. Вот вокруг Ельца вырубили весь лес. И стали нечего было, значит, использовать. То есть, дома стали строить не изделия, а из камня. Хотя это не характерно для нас. А какое, значит, топились сухими коровьями какашки. Кизяки. Кизяками, да. Соломой и так далее. Какая баня? Здесь была задача согреться зимой. Значит, здесь просто, чтобы не замерзнуть, а протопить печь. Или славянские эти постройки. Ну, посмотрите там, да, баня. Ну, как... Речь не стояла. Речь стояла не замерзнуть и с голодом не умереть. Вот задача стояла. А мыться, это уже, значит, следующий момент. Если ты хорошо там... У тебя все хорошо, ты можешь и помыться там. Водички, значит, нахреть. В общем, баня это не наша, не традиционная, не исконная. Не в генетическом коде вот этого нет у нас. Почему? Нет. Это тазик. Наш генкод это тазик. Тазик. Это как следствие того условия, в которых мы живем. То же самое, как кочевники. Они-то мылись тоже очень редко. Ты в юрте особо там, значит, не нагреешь. То есть, ну, там нагрел водички, так же там мылись, наверное, конечно. Но очень редко. Потому что вопрос, особенно зимой. Ты помоешься, и все, и тут же ты можешь заболеть, и это надо согреваться, и так далее, и так далее. То есть, вопрос стоял не замерзнуть. И здесь то же самое. Когда были, есть условия. Много леса. У тебя большие дома. То есть, нет проблем, значит, с тем, чем топиться. Пожалуйста, делали баню. То есть, как только, значит, леса нет возможности, конечно, ты не будешь мыться. То есть, это можно экспериментальным путем. То же самое тебе предлагаю. Зимой в маленьком домике пожить. Пожить, помыться. Помыться, выйдешь, помоешься, будешь дома. Подожди, но если такие проблемы были, да, там, с мытьем, с банями, там, с туалетами. Ну, в смысле проблем, их просто не было, да. Сейчас давай вскользь коснемся этой темы. Был ли на Руси секс? Ну, видимо, был. Ну, это вопрос. Ну, как это? Мне всегда интересно. Я был в новгородских домах, да, вот, они маленькие. В наших домах они еще меньше. С семеро по лавкам. Еще где-то бабки там на печке с дедом лежат. Чисто технически, как это. Ладно, помылись в тазу. Хорошо, все, готовы. Семейные обязанности. Как? Этнографически фиксируются. Может быть, археологически вряд ли. Вряд ли. Немножко об этом. Ну, этнографически. Ну, здесь, как это происходит? Ну, конечно, люди-то же как-то, да. Опять же, смотри. Мы с того, как появились, да, значит, наши предки как-то размножались. Нет, ты мне сейчас мир разрушил. Я-то думал, да, домик маленький, но ты баню напарил баню. Она где-то там в отдалении, в конце деревни, на берегу реки. Взял жену молодую, пошел в баню. И там. А бань, говоришь, не было, в тазах мылись. Соответственно, дом маленький, в тазах моемся. А как? Ну, как? Вот за занавесочкой. То есть, отделяется. То есть, тут же вот дети спят, там, ты здесь это делаешь. Ну, это все было. Опять, про какое время мы говорим? То есть, это по-разному. Давай все три средневековья пройдем. Значит, если мы, ну, здесь вопрос надо разделять, да. То есть, когда распространение, там, христианство, это, значит, уже стало регламентироваться, там, как-то осуждаться. А там посты, там, там. И так далее, посты. То есть, это все было, вот, значит, этому, значит, календарю такому, значит, подчинено, да, праздниками. Язычество, там, мы точно не знаем, как это было. Мы можем только аналогии, да, то есть, какие-то, то есть. Ну, видимо, все было попроще в этом плане. Летом лес. Ну, летом вообще с этим проблем, там, да, как бы не было. А во-вторых, ну, мы не, даже не нужно пускаться куда-то туда очень далеко. Вот в этих домах этнографических, вот сейчас у нас до сих пор люди некоторые живут, в таких домах по размеру очень маленьких. Которые, по большому счету, иногда даже меньше, чем постройки эпохи Древней Руси. То есть, они вот дома, они сделаны абсолютно там, пяти стенок, одна комната. И там жила целая семья. Они этим живут, ну, очень просто. Там печи, кровать, там, занавесочка, все, проблем нет. Только там не было так, как у нас в фильмах для взрослых показывают такого. Там все было, как бы, так, поскромнее, так сказать, попроще. Вот, собственно говоря, и все. То есть, и к этому отношение было, значит, ну, как к датности. То есть, человек, он такая скотина, которая ко всему приспосабливается, к любым условиям. Мне кажется, идеальное завершение нашей сегодняшней беседы про гигиену. Человек – это такая скотина, которая ко всему приспосабливается, и к отсутствию туалетов, и к баням, и к стесненным условиям. Собственно, давай на этом, пожалуй, закончим. Это было интересно, я думаю, познавательно. Мы даже несколько мифов разрушили. Это была рубрика «Глава профессора». Меня зовут Олег Радивилов, канал «Кулхистри». Подписывайтесь, ставьте лайки, будет еще интереснее. Сегодня у нас был в гостях археолог Александр Галатвин. Дюйвер Галатвин – это был в гостях археологическое завершение. Я – это был в гостях археологический завершение. Субтитры сделал DimaTorzok